МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности далее. 19 лет за решеткой проведет камчатский педофил. Житель Тигильского района признан виновным в изнасиловании собственной племянницы. Следствием и судом установлено, что 36-летний осужденный осенью 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, завел дочь своей сестры 2008 года рождения в ванную комнату и изнасиловал ее. Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Вопрос проблемы с записью к врачу на Камчатке поднял в понедельник на оперативном совещании губернатор края Владимир Солодов. Он отметил, что получил официальное письмо от главы федерального Минздрава Михаила Мурашко. В нем шла речь о том, что по федеральному инциденту запись на прием к врачу Камчатский край находится среди отстающих. К сожалению, я должен еще раз констатировать, что Минздрав у нас традиционно в отстающих. И здесь снова мне федеральный министр пишет, что семь просроченных поручений по линии федерального инцидента. Пожалуйста, уделите этому внимание, устраните эти замечания. Я в основном, то, что я вижу, они технический характер носят. И просто нам нужно этим вопросом заняться. Мы видим запрос и озабоченность наших граждан. Видим, что по линии федерального центра у нас сигнал о том, что мы отстаем. Давайте мы этот вопрос в приоритетном порядке рассмотрим и решим. Губернатор поручил создать рабочую группу по этому вопросу и разобраться с проблемой. Ребенок сломал ногу на детской горке в Петропавловске. Речь идет о площадке, расположенной у дома номер один на проспекте Победы. Причина травмы семилетней девочки – поврежденная конструкция. Прокуратура провела проверку. Как выяснилось, в ответе за эту площадку служба благоустройства Петропавловска, которая вовремя не исправила поломку. Прокуратура внесла представление. Руководители учреждения поврежденные фрагменты горки демонтировали и должны теперь восстановить. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также по заявлению прокурора, арбитражный суд Края оштрафовал службу благоустройства на 150 тысяч рублей. Информационные аншлаги с просьбой не кормить лебедей появились на берегу Халактырского озера в Петропавловске. Их установили неравнодушные активисты. Таблички закрепили в тех местах, где обычно собираются люди, чтобы полюбоваться краснокнижными птицами. На аншлагах содержится информация о том, почему нельзя кормить лебедей и как нужно правильно вести себя рядом с ними. Потому что, как показала практика, далеко не все это знают. Многие приезжают на озеро с хлебом и другими припасами, чтобы угостить лебедей, не осознавая при этом, что оказывают птицам медвежью услугу, которая в итоге может привести даже к гибели лебедя. Подобные таблички, кстати, установлены и в порту в центре Петропавловска, где один из берегов облюбовали для зимовки сивучи. Два автомобиля УАЗ и груз с автозапчастями отправили в зону СВО для морпехов региона. Камчатский край участвует в проекте машины для фронта. Очередную партию технической помощи уже получили военнослужащие, ранее покинувшие полуостров для выполнения боевых задач. В правительстве края отмечают, что автомобили в зоне проведения специальной военной операции – это и повышение безопасности, и подвоз необходимого на передовую, и эвакуация раненых. Я приглашаю всех, кто может подключиться к этой важной акции, поддержать ребят, объединиться для того, чтобы обеспечить необходимым средством передвижения бойцов в зоне СВО. От Камчатки в зону СВО направили уже более 10 автомобилей. Кроме того, недавно в состав очередной партии технической помощи для наших бойцов вошли расходные запчасти для УАЗов. Это свечи зажигания, катушки, ремни, насосы, фильтры, колодки, масла, антифриз и многое другое. Всего было закуплено 29 наименований. Камчатский край на постоянной основе формирует и отправляет гуманитарные технические грузы для бойцов полуострова, участвующих в специальной военной операции. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддержка со стороны близких и государства является ключевым моментом мотивации для участников специальной военной операции. Глава государства указал, что военнослужащие должны чувствовать, что страна их поддерживает и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют. Здравствуйте, друзья! С вами вновь Григорий Манёв и «Ветер в странстве» вновь листает наш Берингийский дневник. Мы находимся на старте этапа под номером 13. Карагинский перевал нас ждёт, дорогие друзья. Это одно из самых опасных, самых красивых и самых захватывающих мест всей Берингии. Берингия, мы идём вперёд! Вот он, Карагинский перевал. Высота тут не бог весть, всего 1200 метров над уровнем моря. Но это самое узкое место Камчатского полуострова. Вот там, в 80 километрах, Охотское море. С другой стороны, 120 и Берингово. В этих горах нередко проходит атмосферный фронт. Так что густые туманы и ураганные ветры здесь не редкость. Но сегодня Небесная канцелярия послала нам прекрасную погоду. И мне кажется, это потому, что вчера мы, берингийцы, установили вот этот крест. В 2010 году мы шли из Берингии. Я был не один, у меня был помощник, отец Аркадий, игумен, ныне покойный, царство небесное. И вот была задумка поставить крест в честь первопроходцев, исследователей Камчатки. И вот в 2013 году здесь был установлен металлический крест. Отец Алексей из Паланы, настоятель храма, с жителями села Лесная. Летом приехали на вездеходе, здесь его поставили. Но, к сожалению, он был разрушен стихией. Сильные ветра на перевале. С казаками в станице Быстринская мы решили сделать деревянный крест, потому что его все-таки будет проще в случае чего подремонтировать. Берингии проходит мимо, крест, если где-то подломался, остановились. Дерево всегда легче поддается ремонту и так далее. С Берингии мы его сюда доставили, на перевал наверх. И по благословению Владыки, Федора, архиепископа Петропавловского и Камчатского мы этот крест осветили и воздвигли здесь с Божьей помощью. И с помощью добрых людей, берингийцев, жителей села Лесная. Слава Богу. Карагинский перевал – это не только труднодоступная географическая точка. Срединный хребет влияет на климатические условия всей Камчатки. Поэтому, как только каюры перевалили через Карагу, то они сразу столкнулись со сложностями. Во-первых, резкое потепление. Температура воздуха поднялась с минус 20 до минус 5. Такие перепады всегда отрицательно влияют на работоспособность собак. Ухудшилось и состояние снежного покрова. Трасса превратилась в сухую вязкую кашу. К таким условиям лучше остальных адаптировалась упряжка Николая Левковского, который и стал победителем 13-го этапа. Бывала с той стороны хорошая погода. Мы вот на верхушку поднимаемся, а здесь один раз даже дождь был. Прямо проливной дождь лил. А мы все так вот в этих... Кто в торбозах, кто в каких-то сапогах, кто... И просто вот так вот одеты были. Мы все мокрые насквозь. И мы там ночевали, вот я не знаю, как он... Печку только кочегарили, сырые. Сушили вещи своим телом. Друзья, это финиш 13-го этапа. Нуб номер 5. Вообще это удивительное место, поскольку когда я в 2015 году сам принимал участие в этих соревнованиях в качестве каюра, то когда финишировал, это было такое чувство радости. А потом был вечер. И обычный чай из пакетика воспринимался как самое дорогое шампанское. А сгущенка с юбилейным печеньем были самым изысканным деликатесом. И самое главное, было чувство единения. Вот такая была, есть и даст, бог будет. Беренгия. Беренгия. Мы идем вперед. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюс смотрите. Студия психологического театра начала работать в краевой библиотеке имени Крашенинникова. Жителей края приглашают принять участие в арт-фестивале «Роза ветров». Чемпионаты первенства России по горнолыжному спорту стартовали на Камчатке. Подробности далее. Сегодня мы начали с прекрасной, такой замечательной Софии. Мы делаем ей макияж. Она прислалась сегодня с мамой, с тетей. Мы для них делаем красивые макияжи и отправляем их на фотосессии. Модный макияж, красивые прически и весеннее настроение. Настоящими моделями смогли почувствовать себя жены камчатских военнослужащих, участвующих в СВО. Региональное отделение партии «Единая Россия» поздравило девушек с 8 марта, подключившись к всероссийскому марафону для милых женщин. Вместе с командой профессиональных визажистов и фотографов участницам марафона подарили прекрасные образы и фотографии. Мероприятие объединило более 20 девушек. Замечательное мероприятие весеннее специально для женщин, девушки. Жены наших бойцов, которые находятся на передовой, пришли сюда для того, чтобы поучаствовать в прекрасной весенней фотосессии. Они смогут примерить разные образы, с ними будут работать профессиональные визажисты. Очень внимательно относятся к ним фотографы и по итогу они получат подарок в виде прекрасной фотографии. Одна из участниц марафона для милых женщин Ирина Питкова, жена военнослужащего. Пара вместе уже более 9 лет, в семье двое детей. Однако официально в брак Ирина с мужем вступили 30 сентября прошлого года. В этот же день его забрали на полигон, а потом отправили в зону проведения СВО. Вместе с другими женами и матерями военнослужащих Ирина состоит в женском клубе и принимает участие в мероприятиях для женщин, которые организовывает актив партийного проекта «Женское движение «Единой России». Хочу сказать большое спасибо женскому движению «Единой России». К 8 марта лично я получаю уже третий подарок. Первый – это был в просветительском центре концерт. Потом я участвовала в мастер-классе. И вот сейчас фотосессия. Я буду фотографироваться со своим сыном, с младшим. Образ? Не знаю. Жены, которая ждет своего мужа. Поскорее домой. Марафон для милых женщин проходил в Петропавловске два дня – 10 и 11 марта. Его инициировали сторонники «Единой России» и активисты партпроекта «Женское движение «Единой России». Нам действительно удалось создать праздник для жен, матерей, участников специальной военной операции, потому что отзывы, такие как «Спасибо, это глоток свежего весеннего воздуха» очень приятны для нас. Это говорит о том, что действительно такие мероприятия, они очень важны для каждого из нас. Проект «Женское движение с «Единой России»» на Камчатке проводит большую работу для того, чтобы мужчины в зоне боевых действий чувствовали поддержку тыла. Партпроект занимается вопросами помощи женам бойцов, организует флешмобы в поддержку СВО и поддерживает женские инициативы, направленные на сбор гуманитарной помощи. Активная, динамичная, по-моему, даже извинченная. Могу показать вот. Так, хорошо. Часто многие люди стесняются выступать на публике, не знают, как правильно выражать свои мысли и не чувствовать себя зажатыми среди других людей. У кого-то есть решение этих проблем, а у кого-то нет. В Петропавловске начала работать студия психологического театра. Она создана как раз для того, чтобы люди смогли лучше узнать, понять себя и избавиться от различных блоков и страхов. Здесь не просто будет кружок для любителей. Мы конкретно будем заниматься с помощью психологических тренингов, с помощью актерских тренингов. Еще есть различные тренинги на креативность. Для того, чтобы людям лучше понимать себя, понимать друг друга, качественно и эффективно взаимодействовать, налаживать коммуникации, чтобы это было легко, просто и подрастающему поколению, и взрослому, и вообще неважно, в каком возрасте вы придете в нашу студию. Деятельность студии направлена на раскрытие личности, выражение чувства и эмоций, выявление различных способностей, которые еще не пробудились. Все практики будут полезны не только действующим или начинающим актерам. Любой человек сможет найти что-то полезное для себя, что-то, что потом пригодится в повседневной жизни. У вас есть какие-то навыки, у вас врожденные навыки, у вас вообще никаких навыков. То есть любой человек может прийти и попробовать. И если, например, что-то не получается, мы нацелены на то, чтобы индивидуально помогать, индивидуально разбирать какие-то вопросы. Если у человека есть запрос, в том числе, мы на основе этого будем строить дальнейшие занятия. То есть нам интересно прям вот развитие личности, не только со стороны нас, как преподавателя, что мы вас научим. Когда человек хочет научиться, это гораздо более эффективно. И мы в таком ключе хотим работать с людьми. Над программой курса работают профессионалы своего дела, психологи и актеры. В дальнейшем их планируют приглашать на встречу в качестве спикеров. По итогу у человека начнут вырабатываться определенные качества, такие как уверенность, коммуникабельность, способность творчески мыслить, выражать искренние эмоции и другие. Предполагается, что участники студии в дальнейшем создадут какой-то творческий продукт, который покажет их рост и то, чему они научились на занятиях. Это, скорее всего, родится само. Я на это очень рассчитываю. Да, я предполагаю, что возникнет какое-то творческое объединение людей, которые, ходя сюда, найдут себе этот потенциал, и они смогут его реализовать в виде какого-то… Вы знаете, еще сама не знаю даже что, но мы будем тоже это обсуждать. Я уже видела людей, которые заинтересованы сегодня, которые пришли первый раз, которые не знали меня, не знали друг друга, и вот мы уже как-то, мне кажется, нашли какой-то интерес в этом. Первая встреча в рамках студии состоялась в субботу 11 марта. Все присутствующие познакомились друг с другом, узнали побольше о студии психологического театра и выполнили первые тренинги. Попробуйте немножечко еще чуть больше и потом сбросить. Да. Все, что мы не делаем, все это потом как-то влияет на нашу жизнь. Сама тема театра меня очень сильно привлекает. Я вот обожаю участвовать в каких-либо сценках, например, в постановках, и я вообще очень сильно люблю театр. Так как я уже занималась подобным, для меня эти тренинги были не новыми, но интересно все равно послушать это от другого человека, посмотреть, как реагируют другие люди на то, что происходит. И атмосфера тут была уютная, мне понравилось. Нет, я не играю нигде, ну, какой из меня актер, а вот смотреть очень люблю, гораздо больше, чем кино. Хорошие упражнения, все эти упражнения, ну, как говорится, ты их знаешь, но их не используешь в жизни, поэтому повторение мать-лечения было очень неплохо. Я сегодня и расслабился в том числе, и эмоционально как-то скинулся, и подышал, наконец-то нормально и хорошо. Вот, но это полезные вещи, это полезные, они разноплановые, они для разных категорий населения подходят, для разного возраста, поэтому я думаю, что это будет пользоваться успехом, и хорошее начинание вообще в принципе. Двери студии психологического театра открыты для каждого, кто старше 12 лет. Занятия будут проходить в Краевой библиотеке имени Крашенинникова. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по телефону 25 19 14. Можно спеть, станцевать или показать свое актерское мастерство. Жителей Камчатки приглашают принять участие в арт-фестивале «Роза ветров», который пройдет в Нижнем Новгороде. Заявочная кампания уже началась. Показать свое мастерство могут исполнители и творческие коллективы в возрасте до 25 лет. Участники фестиваля будут разделены по направлениям любительское искусство, профессиональное образование и школьное творчество. Направление школьное творчество является новым и вводится впервые в истории фестивального движения. Также выступить на фестивале смогут дошкольники и воспитанники детских садов номинации «Лучики». В рамках мероприятия пройдут Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества, цикл мастер-классов и встречи с именитыми педагогами ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Организаторы ждут заявок в номинациях «Инструментальная музыка» и «Исполнители на народных инструментах», «Классический бальный стилизованный народный танец», «Кукольный музыкальный и пластический спектакль», «Художественное слово» и в других. Добавим, что всего более 400 тысяч юных музыкантов, танцоров, вокалистов, артистов, театра и чтецов приняли участие в конкурсах «Роза ветров». Попечительский совет фестиваля состоит из выдающихся деятелей культуры и искусства России. Заполнить анкету на участие можно на официальном сайте фестиваля до 13 апреля включительно. Там же размещено положение о конкурсе. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, который указан на ваших экранах. Чемпионаты первенства России по горнолыжному спорту стартовали на Камчатке. По программе основные соревнования начнутся с 15 марта. Однако уже сейчас проходят официальные тренировки в дисциплине «скоростной спуск». По правилам горнолыжного спорта одной из неотъемлемых частей является тренировка скоростного спуска. То есть для дисциплины «скоростной спуск» должны быть обязательно проведены официальные тренировки. Точно так же, как и в самом соревновании, спортсмены в стартовых номерах, после жеребьевки на время проходят эту трассу. Потому что самая сложная, самая скоростная дисциплина – это именно «скоростной спуск». И мы даем как можно больше возможностей спортсменам опробовать трассы, опробовать свои возможности на морозный довольно непростой скоростной спуск. Поэтому, конечно, они должны проходить в тренировочном режиме. В чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту примут участие около 120 спортсменов из различных регионов страны. Камчатский край представят 22 человека. Торжественная церемония открытия намечена на морозный 15 марта в 12.30. В этот же день с 10.30 утра пройдут соревнования чемпионата и первенства в дисциплине «скоростной спуск» среди мужчин и юниорок. Соревнования такого высокого уровня проводятся на Камчатке уже в четвертый раз. Горнолыжный комплекс готов к соревнованиям. Технические специалисты провели работы по подготовке склона. Со вчерашнего дня начались официальные тренировки, которые проводятся как соревнования. То есть спортсмены проходят трассу в стартовых номерах с фиксацией времени. Напомним, в прошлом году в чемпионате и первенстве России по горнолыжному спорту и Кубке России приняли участие представители 15 субъектов страны, всего 128 спортсменов и 40 представителей команд. По итогам камчатские горнолыжники завоевали 18 медалей. Парфюмер на камчатской сцене. Узнать историю о том, как Жан-Батист Гринуй превращается в могущественного парфюмера, смогут жители и гости краевой столицы. Спектакль по мотивам шедевра мировой литературы романа Патрика Зюскинда пройдет в конце апреля. Мужчины, женщины, дети, старики, принимают меня как своего! Спектакль «Парфюмер» несомненно впечатлит зрителя. Он ярок и зрелищен. В нем роль волны запахов играет танец. Гениальная игра Андрея Носкова, вкупе с его мощной энергетикой и необыкновенными перевоплощениями, полностью погружает зрителя в атмосферу 18 века Парижа. Завораживающий танец его безмолвной партнерши, которая создает десятки образов, вкупе с необычными костюмами и магической музыкой, все это делает спектакль «Парфюмер» совершенно оригинальным. Исполнителя главной роли Андрея Носкова зрители привыкли видеть в основном в комедиях, а тут актер покажет свое мастерство в сильной драматической роли. Второстепенных персонажей отыграет талантливая танцовщица Мария Симушина. «Парфюмер» – шедевр, который покорил весь мир. «Парфюмер» будет интересен как тем, кто читал роман, так и зрителям, которые не знакомы с этой историей. Тем более, что стоимость билета на эту театральную постановку меньше, чем средняя цена билетов на подобные выступления приезжих артистов. Премьера «Парфюмера» пройдет 19 и 20 апреля во Дворце молодежи, начало в 19.00. Билеты можно приобрести на сайте www.comconcert.ru.